Дата выборов депутатов облсовета официально назначена. В этот же день, 18 сентября, состоятся и выборы в Госдуму. Половина из 450 депутатов пройдут в парламент по партийным спискам, вторая половина по одномандатным округам. Помимо Орловщины выбирать региональных парламентариев будут жители еще 37 субъектов страны. Решение, принятое на облсовете, вступает в силу со дня его официального опубликования в областной газете «Орловская правда». Мы приняли еще ранее ряд законопроектов, такие как, например, так как эти выборы совмещены с выборами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, мы приняли законопроект, отменяющий досрочное голосование. И мы помним год назад, когда были определенные жалобы жителей, в том числе, на подкуп избирателей. И, естественно, ввели такую норму, как голосование по открепительным удостоверениям. Также на сессии рассмотрен пакет законопроектов об утверждении соглашения с 24 муниципальными образованиями области. Речь идет о передаче областному управлению госзакупок полномочий на определение поставщиков для муниципальных нужд данных районов. Это, в основном, конечно, касается предстоящей серьезной кампании по капитальному ремонту и строительству дорог. Не было хорошего качества. Дорогу сделали, через год она рассыпалась. Сегодня правительство Орловской области, по, кстати, решению районных советов народных депутатов, приняло решение, что управление закупок Орловской области будет сама проводить полностью конкурсы, но и, с другой стороны, будут выигрывать подрядчики, у которых есть техника, у которых есть собственные асфальтобетонные заводы. На внеочередной сессии были внесены поправки в программу наказов избирателей и областной бюджет текущего года. Предусмотрено увеличение налоговых доходов на 85 миллионов 388 тысяч рублей. Планируемые к поступлению доходы будут направлены на обслуживание государственного долга Орловской области в сумме 38,5 миллионов рублей, питание в бюджетных учреждениях социальной защиты населения Орловской области в сумме 30 миллионов рублей, питание детей в школах-интернатах и детских домах в сумме 16 миллионов 800 тысяч рублей. В повестке дня вопрос о присвоении звания почетных гражданин Орловской области, почитаемому среди православных старцу, схиархимандриту Илью. Соответствующее представление главы региона Вадима Потомского было поддержано парламентом. Он проводит огромную работу по возрождению православия, строительству храмов на Орловщине, вносит в большой вклад в укрепление государственно-церковных отношений. Я прошу поддержать данное решение, предложение губернатора и, естественно, принять по данному вопросу решение. В общей сложности на внеочередном заседании депутаты рассмотрели свыше 30 вопросов, а 21 июня в администрации области состоятся публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год.